Накануне юбилейной даты 70-летия окончания Великой Отечественной войны в районе планируется установить памятник участникам прорыва голубой линии у реки Курка Коржевского сельского поселения. Кто вышел с инициативой создания памятной стелы и какие работы там ведутся сегодня, узнавали Надежда Неткачева и Георгий Калинин. Именно здесь, в районе реки Курка, шли самые кровопролитные бои за прорыв голубой линии. 15 дней сражались красноармейцы за реку Курка. Ценой невероятных усилий они в 1943 году смогли прорвать оборону немецких укреплений на голубой линии. Она тянулась от Новороссийска до Косы Вербиной в Азовском море. Этот прорыв стал решающим. Благодаря ему в течение месяца был освобождён весь Таманский полуостров. После этого советские войска начали освобождение Крыма. В ходе операции погибли тысячи бойцов. Именно всех героев до сих пор не установлены. В память о войнах, погибших в этих боях, районный совет ветеранов выступил с инициативой установить памятник у реки Курка Коржевского сельского поселения. Этот памятник представляет собой монумент около четырёх метров высоты, на котором сейчас художники готовят скульптуру солдата с гранатами, с этим автоматом. С левой стороны крылья и с правой. Идея проекта памятника принадлежит славянскому художнику Виктору Вайсу. На работу над эскизом, говорит художник, ушло около трёх месяцев. Во-первых, я привязывался к слову «прорыв» голубой линии. То есть должен быть какой-то прорыв, ощущение прорыва. Поэтому у меня там такие выступающие объёмы на главной стеле. И в глубине плоскости уже объёмные рельефные изображения солдат. Уже к концу апреля памятник должен появиться на границе Славянского и Темлюкского районов у реки Курка. Уже готова площадка размером в 300 квадратных метров. Совсем скоро там установят гранитные плиты. На них высечены 2278 имён – рядовых и офицеров, павших в боях с фашистами. В этом году, конечно, нам предстоит завершить строительство памятника. Самые такие основные работы, которые оформительского уже характера – это работы с камнем, с мрамором. Это установка самой памятной стелы и барельефа. Позже территория мемориального комплекса преобразится. Здесь будут цветники, пешеходные дорожки, скамейки. Стройка оказалась поистине народной. Всего на неё нужно около 5 миллионов рублей. Четвёртую часть денег уже собрали. Свой вклад сделали и предприниматели, и депутаты, и жители района. В районном совете ветеранов надеются, что внести свою лепту в создание памятника захотят как можно больше жителей города Славянска-на-Кубани и Славянского района. Все те, кому не безразлична память о великом подвиге нашего народа. Реквизиты расчётного счёта Совета ветеранов указаны на сайте районной администрации. Надежда Неткочева, Георгий Калинин. Программа «События». Редактор субтитров А.Сёмкин. Корректор А.Кулакова Продолжение следует...